Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Нижегородской сельскохозяйственной академии исполнилось 100 лет. Дата – существенная, весомая дата. И к этой юбилейной дате наша сельхозакадемия подошла достойно. За последние пять лет рейтинг сельхозакадемии среди всех аграрных вузов страны поднялся с 56-го места на 12-е. А нижегородские ученые-аграрии, которые работают в сельхозакадемии, сделали целый ряд открытий, я бы сказал, мирового уровня. Ну а в Нижегородской области, пожалуй, нет такого сельхозпредприятия, где бы не работали выпускники сельскохозяйственной академии. Но обо всем этом я расскажу в одной из наших ближайших программ. А сегодня хочу поговорить о студентах главного аграрного вуза региона. Чем занимаются они во время летних каникул? Отдыхают или работают? И куда планируют пойти работать по окончании этого вуза? Вот об этом сегодня и пойдет речь в моей программе. Знакомьтесь, Алсу Мистоева, будущий технолог перерабатывающей промышленности. Юлия Шильникова, будущий зооинженер. Мария Акулинина, через год будет полноценным специалистом по лесу. Светлана Ёжикова, без пяти минут агрохимик, через пару месяцев получит диплом. Кирилл Барцев и Виктор Панов уже летом станут дипломированными инженерами сельского хозяйства. Иван Прохоров, фермер, вместе с отцом трудится в поле и на ферме, а параллельно получает высшее аграрное образование. А все они бойцы, командиры и комиссары студенческих строительных отрядов Нижегородской сельскохозяйственной академии. Я участвую в строительных отрядах с первого курса. После первого курса мы поехали на свою первую практику в город Крым, где работали на фруктовую компанию. А в прошлом году я ездила уже по профилю. Я учусь на зооинженерном факультете и я ездила на молочный комбинат. Мы работали на молочном производстве, производили обслуживание коровников, то есть очистку производили для санобработки. Также мы работали на дойке, доили коров, также заменяли работников штатных, пока они были в отпуске. Нас обучали посадке плодовых культур, их прививки. И еще я проходила практику также от этой организации, только уже в магазине специализированном, в роли агронома-консультанта. Сначала мы изучали препараты, их правильное применение на культурах, а затем уже после того, как мы все это изучили, нас допустили непосредственно к работе с клиентами. Я комиссар студенческого педагогического отряда «Игра». И мы с ребятами выезжаем летом на Целину в детские лагеря. Там работаем вожатыми, организаторами, педагогами, диджеями всякими. То есть вы не в Нижегородской области были, вы ездили далеко. Мы можем работать и в Нижегородской области, так же по всей России, в зависимости от того, куда мы захотим поехать работать. В стройотряде мы работали в уборочную. Сначала меня посадили на ГАЗ-53 для перевозки зерна. Затем произошли обстоятельства, я работал на комбайне класс Мега-350, убирал зерно. Мы занимаемся проращиванием, так же мы наблюдаем, как у нас растут. Мы занимаемся пересаживанием не только, к примеру, лесного материала, но так же и декоративного, и плодово-ягодных деревьев и кустарников. Летом будущие специалисты аграрии, а пока еще студенты сельскохозяйственной академии, не отдыхают на каникулах, а трудятся на полях и фермах, в садах и лесах. И не только в Нижегородской области. Сегодня по своему выбору студенты могут поехать на стройотрядовскую практику во многие регионы страны и даже в ближние зарубежья. Вот, например, Кирилл Барцев и Виктор Панов прошлым летом трудились в Белоруссии. За год до этого были в одном из хозяйств Нижегородской области. Теперь могут сравнить ведение сельского хозяйства по-нижегородски и по-белорусски. Больше всего я заметил это разница в обработке почвы. Так как у нас в основном идет пропажка каждый год, ежегодно. У них делают процедуру дискования. То есть не переворачивают пласт земли, который должен быть, тот самый плодородный слой снизу. Минимальная обработка, так называем. Да. И еще больше изменений есть в плане обслуживания машин. Так как мы работали с Виктором механизаторами, а в нашей области, ну как бы 50%, наверное, может чуть побольше, есть предприятия, где механизатор не занимается ремонтом машины. А там полностью все, ну, все обслуживание, все ремонты, все ТО мы проводили сами. В прошлом году я был на практике в Сеченово, был пожарником. А в этом году попробовал себя и пожарником там, в белорусской земле, и грузоперевозками занимался также, граблил поле, так скажем. То есть очень много работ было. То есть в Сеченово занимались чисто зерновыми культурами, а там еще и животноводство. То есть для меня это было новое, то есть я этим никогда еще не занимался. А в плане различий, что, честно говоря, не особо заметил. У нас было 23 отряда и порядка 276 человек. И международные отряды, которые работали, и у нас Нижегородский механик с участием белорусских студентов. И наши студенты участвовали в Белоруссии, отряд «Звезда международный». На этой неделе мы с коллегами созванивались, получили одобрение, обмениваемся письмами, продолжаем эту работу. Также получили приглашение всероссийские отряды «Альтаир» и «Мост». Это животноводческие отряды, в которых также мы участвуем не первый год, где действительно современные животноводческие комплексы, молочные. Ребята получают шикарную подготовку, шикарную практику о современной технике, современной оборудовании, которая используется в трудоемких процессах животноводства. Самое главное – доильная переработка. Вот это очень интересно, познавательно. Ну и каждый раз получаются новые какие-то предприятия. Есть у нас стабильные базовые предприятия. В этом году к нам обратилось знаменитое предприятие Богородского района «Искара». Многопрофильное предприятие с хорошими условиями. Но возникла необходимость, они уже задумываются также о новых кадрах и присмотреться к нашим студентам. Поэтому мы будем, планируем формировать еще один новый отряд. Давние связи у нас с плодопихтовым неведческим комбинатом «Горьковский». Здесь, в отличие от обычных предприятий, более интересна технология выращивания в защитном грунте. И не только овощей, но и цветочной продукции, которая также востребована в магазинах нашего города и любим нашими женщинами. Поэтому ребята с интересом изучают эти новые технологии. Школьный сад, значит, тоже очень интересная технология. Наш НИИС, поселок Селекция. Да, здесь ребята тоже традиционно работают. Хорошие отряды, себя зарекомендовали землеустроительные отряды. Отряды на агрохимическом факультете, на агрономическом факультете. Работы мы и с Росреестром, и ребята хорошую подготовку получают не только в полевых работах, но и в плане камеральной работы. Подготовки документации по оформлению земельных участков физических, юридических, и просто даже идет большая работа переоформления старых архивных данных из бумажных носителей в электронные. Для молодежи это тоже интересная работа. Они с удовольствием заедут заниматься. Для своих стройотрядов Сельхозакадемия подбирает лучшие предприятия области. Здесь и самые передовые технологии, а где, как ни на практике, лучше всего их изучишь. Здесь и условия студентам неплохие предоставляют. Да и заработать в горячий сезон уборочной неплохо можно. Со стройотрядом мы сотрудничаем уже более 10 лет. То есть к нам они приезжают, работают на зерно-сушильных комплексах механиками. То есть настраивают, налаживают их и работают посменно принимать зерно. То, что 10 лет в хозяйство приезжают студенты, я так понимаю, что все же работа студентов, руководителей хозяйства и вас, как специалистов, устраивает? Конечно устраивает, да. То есть мы в свою очередь тоже предоставляем жилье студентам со всеми удобствами. Четырехразовое питание в столовой. То есть это за счет хозяйства. То есть да, нас устраивает вполне. Платим зарплаты. Слушайте, зачем вам это надо? У вас что, своих не хватает работников? Ну, в сезон, да. Вот именно нам нужны работники в сезон. То есть это как раз июль-август месяц. Горячая пора. Да, горячая пора уборочная. Да, и вот нам мы... А у нас так работают круглыми сутками по смену. То есть по 8 часов 3 смены. И то есть мы ставим их по смену, чтобы зерно не прекращалось обрабатываться. Ну, у нас уже не первый год студенты, значит, на, как я ее называю, на практику приходят. Поэтому в большинстве, если в прошлые годы с удовольствием они в офисе работали, значит, в отделе продаж маркетологами, то вот в последний год почему-то все идут на производство. То есть всем нравится, значит, своими руками что-то делать. И я вам скажу, это на самом деле какой-то драйв, когда они своими руками там на компьютерах создали что-то, потом это все в металле воплотили, поехали это смонтировали на объекте колхозом, да. И мало того, наверное, колхозы эти, которые, ихние же друзья потом придут и будут там агрономами работать, там, инженерами. Ну, наверное, это вот как раз то предназначение, ради чего мы их, как бы, шлифуем. То, что знание дало академию, значит, мы это на практике притворяем в жизнь. И самое интересное, что вот молодежь, она приходит, ее сейчас не надо учить, они сами знают, что они хотят. Они амбициозные, они, значит, на месте не стоят, они хотят двигаться. Значит, я, как всегда говорю, надо уметь хорошо работать и хорошо отдыхать. Поэтому где-то они, значит, шутками-прибаутками, как я говорю, там, что-то играюще, по-простому говоря. Ну, самое главное, то, что мы потом студентов трудоустраиваем. Стройотряд – это не просто отработка практики. В этом движении заложен более глубокий смысл. Предприятия приглядываются к студентам, и нередко последние, после подобной практики, получают предложение о трудоустройстве. Стройотряд – это один из элементов привлечения специалистов на село. Я ведь уже сказал, что эта практика проходит в самых сильных предприятиях региона. Здесь, вопреки общепринятому мнению о сельском труде, нет навоза по колено и руки не по локоть в масле. А главный инструмент, что у зоотехников, что у инженеров – это компьютер. Вполне привлекательные условия для работы. Мне очень нравятся специальности, на которые я работаю. Я учусь. Я учусь на направлении технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Я считаю, что это хорошая работа, что это полезное дело. Технологии же занимаются производством новых продуктов. Это очень творческая работа, это интересно. Я бы хотела вернуться в свои родные края, то есть устроиться в это лесничество и заниматься возобновлением леса. Рассматриваю работу на земле, то есть хотелось бы какие-нибудь варианты хорошие. Я сюда за этим и пошел, чтобы продолжать работу дома на селе. Я планирую поехать в хозяйство, в Тепелево, в Дальнеконстантинский район работать. Вас туда уже пригласили? Ну, как бы предложение поступило, да. Возможно, кого-то из этих студентов практика в струеотряде потолкнет к открытию собственного бизнеса. Ну, например, проходили они практику в тепличном комбинате или в садовой компании. Изучили особенности производства. Теперь они вполне могут открыть небольшое тепличное хозяйство даже на своем садовом участке. Или заняться выращиванием декоративных растений. Ну, чем не сельский бизнес? Да, есть такой у нас был активный студент Иван Зорин. Я его постоянно вижу на разных мероприятиях и в последний день поля. Они как раз занимаются выращиванием различной продукции. И не только кустарниковые, но и плодовые, ягодные. Продают и рассаду Виктории, значит, смородины и других садовых культур. И пару теплиц они построили. Конечно, вот, я говорю, самая благоглавная проблема какая? Он говорит, грунта не хватает. Не приходится завозить и завозить. Чтобы действительно доставить потребитель уже не просто саженец, да, как раньше продавали с голой корневой системой. А он уже в трофеном горшочке, сформированным, легко приживается. Да, 100% приживаемость. Вот, говорит, какая главная проблема. А остальное, говорит, на все хватает. Итоги минувшего строя отрядовского года подведены. Лучшие студенты получили награды, а кто-то и предложение о работе. И уже дан старт студенческим строительным отрядам 2018 года. Формируются группы, назначаются командиры отрядов. Студенты высказывают свои пожелания. Куда хотят поехать летом? Чем заниматься? Все это будет учтено. И вновь летом на практику, на уборку урожая, на посадку садов, лесов, на уход за животными отправятся сотни студентов Нижегородской сельскохозяйственной академии. Сейчас у нас в программе короткий блок рекламы. После чего мы вновь вернемся в стены Нижегородской сельхозакадемии и посетим ярмарку аграрных вакансий. Продолжаем программу. Напомню, сегодня мы говорим о студентах Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. О том, как и где они трудятся во время летних каникул, я рассказал в первой части нашей программы. А сейчас речь пойдет о том, какие перспективы ждут выпускников сельскохозяйственной академии в будущем. Отправляемся на ярмарку аграрных вакансий. Для того, чтобы в любое лето наши аграрии стабильно получали высокий урожай картофеля, необходим в первую очередь качественный семенной материал. Сегодня в России до 60% такого картофеля закупаются в Германии, Индии, Нидерландах и Финляндии. Это для наших предприятий достаточно дорого. Сейчас каждый российский регион нуждается в развитии своей научно-производственной базы. Городецкий агрохолдинг заинтересован в новых специалистах, подготовленных сельскохозяйственной академией. Компания современная и требует современных подходов технологии, техники, соответственно, и высококачественных, высококвалифицированных специалистов. Соответственно, с этой целью мы приехали в Нижегородскую сельскохозяйственную академию, чтобы студенты, выпускники Нижегородской сельскохозяйственной академии остались на родной земле, в Поволжье. Соответственно, приносили пользу как себе, так и, собственно, всему сельскому хозяйству, области и страны в целом. По словам ректора Нижегородской государственной сельхозакадемии Александра Самоделкина, такая активность работодателей вызвана тем, что крупные инвесторы, которые приходят в регион со своими средствами и технологиями, понимают, без подготовленных современных кадров на высокую эффективность можно не рассчитывать. На самом деле, последняя ярмарка в Акасе была уникальна. Мы ее проводили, мы каждый год по 3-4 ярмарки проводим. Но чтобы с целью, уже с задатком, пришел инвестор и четко говорил, вот я даю это, это, это вашему специалисту, и мне только ваши нужны. Более того, с Воронежа приехали за нашими кадрами, у меня лучший аграрный университет в стране, меня очень радует. Вот на самом деле, мы не потеряли ни науку, мы просто двинулись вперед, и это дало, в общем, толщу, собственно, в том, что сегодня и кадры пошли. Большой год, пример, недавно, агрофирма «Аксенкис», крупнейшая компания, суперсовременные технологии по производству картофеля, сорта, они сегодня уже трех специалистов наших взяли. Более того, заключили договор на научное обеспечение. Нас интересуют направления агрономия и зоотехния, так как у нас есть свой животноводческий комплекс. Ищем молодых, креативных, желающих работать, стремиться и развиваться. Ну и сегодня мы как представление о сельском хозяйстве рассказываем о себе, показываем. Это первая масштабная ярмарка вакансий, которую организовала Сельхозакадемия. Всегда считалось, что на селе молодых специалистов не очень-то и ждут. Не могут предложить достойную зарплату, жилье и льготы. Здесь выясняется, что многие предприятия Нижегородской области готовы расширять современное производство. Но для этого нужны агрономы, зоотехники, ветеринары и технологи, владеющие опытом научным и практическим. Агрохолдинги даже намерены финансово поддерживать их еще на стадии обучения. Мы со своей стороны, как я директор сельскохозяйственных предприятий, готов на это идти. И более того, определенную стипендию заплатить ежемесячно во время учебы, начиная с третьего курса до окончания высшего учебного заведения. В данном случае сельскохозяйственной академией. Всегда разматриваются вопросы предоставления жилья работнику. Весь социальный пакет полный. Потом все программы, которые федеральные, от Министерства сельского хозяйства. То есть программа молодых специалистов, которые включают в себя единовременную выплату, плюс ежемесячный выплат на протяжении трех лет дополнительно. А это уже не туманные перспективы. И среди выпускников намечается конкуренция. Выиграет тот, кто уже имеет и свои научные разработки. Со своей стороны могу предложить развитие новых продуктов. Мы сейчас как раз разрабатываем в дипломных работах функциональные продукты пищевого назначения для диетического питания. И наоборот, добавки новые продукты. От нового сотрудничества только выиграет местный рынок. Качество продовольствия должно быть высоким, а цены доступными. Наша программа подходит к концу, а значит пришло время нашей постоянной и любимой многими нашими зрителями рубрики «Клуб». Наш сегодняшний исполнитель Павел Комаров из Дальнеконстантиновского района. Он еще не был участником программы «Земля и люди». Так что оцените исполнение. Жить одному совсем не то, не то, что вдвоем. Взял я топор на любя деревня. Подводит мой дом красой деревни Жить одному совсем не то, не то, что вдвоем Два топора совсем не то, не то, что один Значит, не зря с утра ко мне мой друг приходил С другом вдвоем деревья варим, ну а потом похлебку варим Два топора совсем не то, не то, что один С другом вдвоем деревья варим, ну а потом похлебку варим Два топора совсем не то, не то, что один С друг топоров такой веселый слышенок есть Новых домов не строят, если нету невест Время придет, и другу тоже тонет за год Поденять поможем Новых домов не строит, если нету невест Время придет, и вам мы тоже тонет за год Поденять поможем Новых домов не строят, если нету невест Это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Мы, как всегда, встретимся с вами через неделю на канале ННТВ. И, как всегда, будем говорить о жизни. О простой деревенской жизни. Беспрекрас. Увидимся. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин